Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу и сегодня у нас традиционная дипломатия с хорошо знакомым и любимым нами Тофиком Зульфугаровым. Приветствую, Тофик очень рад видеть. Добрый вечер, Батона Гела, добрый вечер, уважаемые зрители. Заранее прошу прощения, что я сегодня немножко прослуженный, поэтому, возможно, буду там кашлять, но постараюсь не чихать. Ничего, канал это семья, в семье бывает, что члены семьи болеют, иногда простужаются, так что ничего, единственное, что, лишь бы были здоровы, надо беречься обязательно, тем более, что впереди очень много интересного, вы нужны полной силы и энергии, это очень важно. Спасибо. Так что, скорейшего выздоровления. Ну что, начнем с того, что есть недели, в которых мы можем расслабленно обсуждать общие темы, тренды и так далее, а есть недели, которые настолько насыщены дипломатической активностью, что, ну, я не знаю, как уж тут угнаться за общими трендами, когда события обсудить. Главная из них – Мюнхенская конференция. Так, давайте с общих оценок начнем. Нынешняя Мюнхенская конференция для мира, для региона и для Азербайджана в частности. Ну, начнем с того, что Мюнхенская конференция и Азербайджан. Ну, история взаимоотношений Азербайджана и Мюнхенской конференции насчитывает очень много лет и имеет свою историю. Мы знаем, что в период председательствования предыдущего председателя Минской, господи, вы настолько привыкли говорить «минской», что иногда ошибаемся автоматически, да, Мюнхенской конференции посла Ищенгера. Сама эта конференция приобрела новое качество и стала такой, ну, не только европейской, а мировой площадкой, где обсуждаются насущные проблемы, которые волнуют политическую элиту, не только европейскую, а мировую. Дело в том, что Азербайджан принимает активное участие в поддержке вот этой Мюнхенской конференции. Почему? Потому что мы должны понимать, что помимо того, чтобы организовать вот эту вот площадку, нужны необходимые усилия, организационные, финансовые средства. И Азербайджан, и те компании, которые хотят работать в Азербайджане, часть каких-то средств направляется вот в поддержку этой Мюнхенской конференции. Я, по-моему, говорил в одной из ваших передач, что пару лет назад имел удовольствие встретиться с послом Ищенгером в его офисе в Берлине. Не, не, не говорили, у меня не говорили. Может, у кого-то другого говорили, у меня нет. Хорошо, тогда постараюсь исправиться, скажем так. Да, это было где-то пару лет назад. И в Берлине, недалеко от такого центра, у них находится небольшой офис, скажем так. И они вот как бы в период между конференциями проводят вот эту организационную работу. У нас состоялась теплая встреча, и я был с представителями неправительственных организаций, точнее, одной из неправительственных организаций, которая планировала создать такую платформу для того, чтобы обсуждать, скажем, какие-то аспекты или, может, тематику примирения между обществами. Ну, это такая, скажем, для меня достаточно новая сфера. Это что-то по теме народной дипломатии. Вот. И все встречи, которые там состоялись, были очень полезными. И одна из встреч была вот с главой, председателем этой конференции. Такая теплая деловая встреча. Это происходило где-то, по-моему, в декабре или в ноябре. Вот. И обсуждались планы того, как может вот это председательство, скажем, этой конференции содействовать каким-то инициативам, связанным вот такой в плане народной дипломатии по примирению двух обществ. Вот. Ну, посол очень тепло высказался об Азербайджане, высоко оценил поддержку, которую оказывает руководство Азербайджана этому процессу, да. И он сказал такую фразу, что говорит, вот когда существуют какие-то вопросы, связанные с постсоветским пространством или с Россией, то, если говорить, на конференции имеется два-три человека, с кем я считаю обязательно обсудить эти вопросы, то президент Ильгам Алиев один из них. Потому что я всегда, говорит, поражался его вот таким вот оценкам, да, очень реалистичным. И то, что он насколько глубоко знает вот эту ситуацию, в том числе и изнутри. Вот. Но это было еще до войны в Украине. Вот. Поэтому, как вы знаете, потом, ну, эта площадка стала, ну, как бы, неактуальной. И для обсуждения вот этих вопросов, ну, скажем, запад-восток по линии запад-восток. Вот. Но в любом случае Азербайджан, как я уже сказал, высоко оценивает вот эту площадку и считает, что она создает очень хорошие возможности для обмена мнений, мнениями и так далее. Ну, участие Азербайджана было продиктовано прежде всего тем, что он будет принимать вот это КОП-24, да, этот саммит. И поэтому поддержка, которая, собственно, и прозвучала из уст госсекретаря США, насколько я помню, также на встрече об этом заявил и глава Международного банка, по-моему, и новый председатель конференции также сказал о том, что они тоже будут поддерживать этот процесс, да. Но это очень важно. Почему? Потому что, как вы знаете, ожидается приезд нескольких десятков тысяч человек, включая и, в общем-то, мировую политическую элиту. И поэтому в данном случае помощь всех, она, ну, как бы, будет уместной. Тем более, что, насколько я понимаю, вот эта конференция климатическая, она приобретает формы некого, если не организации, то некого движения. Потому что одним из признаков этого является то, что сформулирована идея и организационная структура под названием «Тройка». Это бывший, как бы, председатель конференции нынешней и будущей. Кстати, вот я вот тут удивился, а что, будущее уже определило, что это Бразилия? Вот я так понял, что да. И поэтому, ну, наверное, утверждение этой кандидатуры чисто формальное, оно произойдет в ходе Бакинской, скажем, конференции. Однако, ну, скажем так, обсуждение, все, они должны будут завершиться, ну, рабочее обсуждение завершаться вот до самой конференции. Я так понимаю. Во всяком случае, с Азербайджаном было примерно так, потому что консультации о председательстве, они были достаточно давно, задолго до вот этой встречи. Нет, я просто помню, я просто помню то, что с Азербайджаном решение было принято, это достаточно недавно. Вообще разговоры шли давно, но решение принято, поэтому я немножко удивился. Я думаю, что там не так принимается. Ну, во всяком случае, я так понимаю, что это мы должны наблюдать какую-то динамику, да, того, как трансформируется эта работа. Поэтому, ну, тройка, это, скажем, форматирование тройки, это первый признак того, что, очевидно, будет уже какой-то и секретариат, да, который будет вот межсезонную работу вести, да, скажем так, да. Ну, посмотрим. Поэтому Азербайджан хорошо себя проявил в качестве председателя движения неприсоединения, и поэтому, очевидно, вот эта заслуга, да, вот эти заслуги Азербайджана в этом качестве, они стали какой-то отправной точкой вот и для этого решения, о котором я говорил. Конечно, это такие важные вопросы. Были достаточно важные вопросы, связанные и с целым рядом контактов, да, которые состоялись. Ну, наверное, следует, скажем, добрые услуги, предоставленные канцлером Германии. Я вот хотел бы, чтобы мы как бы в своих оценках вот того, что происходит, использовали реальную терминологию, да, почему? Потому что, ну, канцлер Шольц, он не был посредником, да, и это вообще не посредничество. Это предоставление так называемых добрых услуг, которые способны... А есть еще какое-нибудь такое определение? Добрые услуги, бюро добрых услуг напоминает. Ну, какое-нибудь такое более... Или вот добрые услуги, оно хорошо подходит? Я думаю, что да. Почему? Потому что есть некие добрые услуги, которые способствуют организации этих контактов. Потому что посредничество – это некая другая деятельность. Это не посредничество, это понятно, да. Да. Потому что, например, вот говорят о вашингтонском формате посредничества. Там, по сути дела, реального посредничества нет, потому что нет подготовки документов и так далее. Максимум их участия заключается в том, что они приветствуют, да, например, переговоры в Вашингтоне министров, и затем... Приветствуют, во всяком случае. И затем, как бы, происходило то, что они оставались наедине делегации и продолжали обсуждать. Потом в конце было какое-то общее заявление, которое, по-моему, даже и не согласовывалось. То есть госсекретарь от своего имени говорил, ну, какие-то мысли. Поэтому в данном случае мы не имеем посредничества. Хотя бы потому, что базой для переговоров является тот документ или те принципы, которые в 21-м году представил Армении Азербайджан. Ну, помните эти пять принципов, да, по которым они ответили? И на этой базе начал вырабатываться вот этот документ, который называется мирным договором. Но всегда следует, на мой взгляд, чтобы быть полностью объективным, подчеркивать, что это, скажем, такой рамочный документ. Он не является сутевым документом, потому что он определяет трекер. Но мы об этой технологии с Вами говорили тоже. Поэтому вот эти добрые услуги, предоставленные канцлером ФРГ и встреча, которая состоялась сразу после вот этого обострения, я думаю, что азербайджанская сторона, глава делегации, президента характеризовали эту встречу как полезную. И я думаю, что там состоялся обмен мнениями по практическому, так сказать, обсуждению того, что произошло. И, наверное, что надо делать, чтобы это не повторялось. Что тоже очень важно. Я бы выделил также встречу с госсекретарем. Ну, эта встреча, как мы видим, в большей степени была посвящена тематике двухсторонних отношений. И в меньшей степени была посвящена тематике армяно-азербайджанского урегулирования. А это хорошо или плохо? Я думаю, да. Почему? Потому что, как показала практика, даже попытка американских предоставлений вот этих добрых услуг, оно как бы стало неким триггером, который заставил, ну, скажем, активничать армянскую диаспору уже в США. Пользы от этой активности, кроме, ну, скажем, каких-то заявлений, которые можно было бы использовать в антиазербайджанской риторике, никакого не было, и, то есть, практически, так сказать, ну, как сказать, вот такого, ну, реального содействия урегулирования тоже не было. Поэтому Азербайджан остается при том понимании, чтобы никакого посредничества внешнего не было, и был формат, продолжался формат прямых переговоров. Потому что мы видим, что, по сути дела, даже американская политическая элита, я говорю сейчас о Конгрессе, и даже представители Госдепартамента используют эту тему, ну, как один из элементов их подготовки к предстоящим выборам. Да, мы должны понимать, что в Госдепартаменте работают в основном профессионалы, есть какие-то политические назначенцы, которые назначаются, скажем, той или иной администрацией и являются, ну, такой, ну, как бы гибридом, что ли, политиков и дипломатов. И поэтому мы видим, вот, выступление О'Брайена, по сути дела, которое создало так много проблем в отношениях с Азербайджаном, оно, по сути, было направлено для решения каких-то вопросов предвыборной деятельности демократической партии. Ну, они там сейчас собирают, как это говорят по-русски, по суфсекам все голоса, и вот армянскую диаспору надо было тоже привлечь к этому вопросу. И поэтому это прозвучало. Но это вступило... Нет, ну, насколько важны вот эти все процессы борьбы за каждого избирателя и так далее, мы сейчас увидели на примере Украины и Израиля. Вы понимаете, что Израиль – это очень серьезно. Мы вот это все видели. Поэтому то же самое во многом можно отнести, кстати, к Франции. То есть, ну, например, вот это известное выражение, которое допустил президент Макрон на встрече с армянской диаспорой в Марселе, когда он говорит, я иногда защищаю армянские интересы даже больше, чем, например, Пашинян. То есть, ну, конкретно работает, я не знаю, сейчас уже на предвыборную повестку дня или еще какие-то у него, может быть, политические, а может, и экономические интересы. Не надо этого всего, так сказать, как бы отметать. Поэтому они занимаются своей деятельностью и решают свои вопросы. Ну, это политика, да. Нам надо согласовывать текст, грубо говоря. Нам надо решать поэтапно тематику, ну, вот этих вот постконфликтных проблем, которые вот стоят перед двумя государствами. Нам зачем вот еще отягощать, скажем так, наши и так нелегкие переговоры вот этим вот наростами, которые вот нам добавляют так называемые посредники. Поэтому один из результатов вот этого визита президента на Мюнхенскую конференцию было то, что еще раз был подтвержден, подтверждена точнее позиция Азербайджана, ориентированная на прямые переговоры, на прямые контакты с нашими соседями по решению проблем. Вот этот подход, я думаю, что Азербайджан очень, ну, скажем, действенно представил на полях этой конференции в целом ряде контактов и встреч, которые состоялись. Вот. Ну, по Мюнхенской конференции можно сказать, что она была очень интересной. Было очень много серьезных и интересных выступлений, которые дали очень много для понимания процессов, которые происходят в мире. Ну, я бы выделил выступление министра иностранных дел Китая. В том числе он и высказался по теме российского, украинского кризиса или войны. Вот. Для меня было интересно выступление и президента Израиля, да, по ближневосточной тематике. Ну, во всяком случае, я стал как бы лучше понимать, ну, те тезисы, которые пропагандируются руководством Израиля и так далее. То есть для того, чтобы, ну, произвести такой вот срез того, что происходит в мире, на этой конференции было очень-очень много ораторов, которые, во всяком случае, для меня были интересны. Замечательный, очень подробный, очень структурированный ответ. И тем не менее придется отвечать по частям тоже. Потому что, ну, потому что это важно, это интересно и так далее. Но... Первая часть желания ответа – провокация вас на вопрос. Будем так сказать. То, чего вы не затронули, это встреча с двумя президентами. Это встреча с президентом Украины и президентом Израиля. Ну, начнем с встречи с президентом Украины. Ну, честно говоря, я бы поставил бы видео, но, боюсь, забанит YouTube за использование чужого контента, поэтому видео не поставлю. Но, поверьте, нас, кто, тот, кто не видел, это была очень теплая встреча такая двух людей, которые друг друга очень хорошо понимают. С точки зрения, давайте немножко абстрагируемся, на языке жестов дипломатии. Это своеобразная демонстрация... Является ли это своеобразной демонстрацией независимости от Москвы и так далее? Или все-таки это что-то другое? Вы знаете, как я понимаю, я, конечно, нюансов этих взаимоотношений, конечно, не могу узнать и говорить, но я думаю, что отношения Азербайджана к этой войне, к этой гуманитарной катастрофе, которая происходит. И я хотел бы выделить, что это гуманитарная катастрофа, по сути дела, для двух стран, для двух народов. Понимаете, когда пройдет отрезвление от всех этих пропагандистских клише, то многие семьи по обе линии фронта останутся со своими проблемами, со своими потерянными, так сказать, близкими и так далее. Поэтому это, я все-таки считаю, катастрофа для всех. Но вы знаете, позиция, в общем-то, Азербайджана, она близка к позиции Турции, которая, в общем-то, проявилась. Ну и в стамбульских переговорах и в содействии турецкого президента в том, чтобы состоялась вот эта зерновая сделка и освобождение военнопленных, которые были блокированы, а потом и взяты в плен. Вот. Мы помним всю эту историю. Исходя из вышесказанного, я думаю, что расхождение подходов Зеленского и Алиева в данном случае состоит в том, что было бы хорошо устранить горячую фазу военных действий. Почему? Потому что сегодня очевидно, что военной победы, ну как получается, никто достичь не может. Следовательно, политика же и любые военные действия это, в принципе, инструментарь. Поэтому можно отстаивать свои интересы и свои позиции в ситуации, вот в той, в которой мы оказались, начиная с 94-го года, когда достигли договоренности о прекращении огня и начали переговоры. Да, мне могут возразить, сказать, ну переговоры же не дали результата. Тофик, в данном случае не вам, в данном случае президенту Алиеву, если у Алиева такая позиция. Нет, ну я просто моделирую. А, то есть у Алиева не точно такая позиция, вы просто смоделировали в данном случае. Ну я же сразу оговорился, что я нюансов не знаю, но я моделирую. Понятно, понятно. То есть это не позиция. Да. Итак, значит, да, можно сказать, что переговоры не дают результат. Да, они не приводят к освобождению территории. Но у них есть большой плюс. Они приостанавливают этот процесс разрушения и гибели людей. До какого-то этапа, когда ситуация может измениться. Вот и все. Вот в чем логика состоит. Я, например, сам придерживаюсь этой позиции. Я другой вопрос задал. Я немного другой вопрос задал. Я договорился по поводу Москвы. А вы мне рассказываете по поводу того, что могли бы сделать украинцев. Ну пускай они сами решают. Так это демонстрация по поводу Москвы или нет? Демонстрация в чем? Это демонстрация независимой позиции Азербайджана по отношению к Москве встреча с Зеленским или нет? Я про это спрашиваю. Мы никогда не избегали встречи с Зеленским. Мы никогда, как Азербайджан и президент Алиев, не избегали откровенного изложения собственной позиции и позиции нашего государства, квинтэссенцией которого является принцип территориальной целостности, поддержки принципа территориальной целостности. Во-вторых, Азербайджан продолжал и достаточно значительный оказывает помощь в своих возможностях в гуманитарной сфере, чтобы облегчить страдания простых людей. Вот эти три компонента, они, собственно, ничего нового не как бы не говорят ни Москве и никому другому. То есть все это уже было. Ну как бы и было, и нет, потому что встреча это все равно раздражает и для Москвы, так ли, Леонидович? Согласитесь? Я думаю, что президент Азербайджана не скрывает того, что используя свои добрые личные отношения с президентом Зеленским, он может поспособствовать вот тому сценарию, о котором я сказал. Тут, по-моему, и секреты. Я президент Азербайджана этого не слышал, чтобы что-то поудобному говорил, ну, может быть, может быть, я не знаю. Ну, в общем-то, вы знаете... Разве... Нет, ну, я начал издалека. Я сказал, что наша позиция похожа на позицию Турции, которая стала на сегодняшний день единственной площадкой для проведения переговоров, которые могли привести к достижению режима прекращения огня. Есть различные спекуляции на тему того, насколько политические вопросы были решены или не решены, и даже мы вспомним дискуссию в самой Украине, где говорят о том, что там то ли Джонсон помешал, то ли кто-то запретил, то ли еще что-то, но переговоров не было. Мы также помним и заявление президента Байдена, который достаточно, ну, может быть, на мой взгляд, неубедительно сказал о том, что мы не против того, что Турция осуществляет вот эти посреднические усилия, которые в моей интерпретации звучали, что Турция без нас, так сказать, решает самовольничать, но это наш подход, понимаете, я так понимаю. Все, что я говорю, я моделирую. Нет, давайте так говорить. что я говорю, я моделирую. Вы моделируете, я понял. Что касается я моделирую достаточно удачно. Ну, да, в этом, вот этого, кстати, никто не отрисает. Значит, что касается заявления Рахами по поводу Джонсона, тут нужно хорошо понимать, что нужно читать его полностью, а не то, что как подавалось это СМИ. А вот что касается позиции Турции, то она очень простая на самом деле. Юзаем по полной Россию и помогаем Украине, потому что Россия, в общем-то, должна, ни в коем случае не должна чувствовать, не победить, а чувствовать себя победителем. И Турция уже получила явную выгоду от этого, и не только в виде дешевого, ой, дешевого, бесплатного российского газа. На данный момент он пока бесплатный. И может так случиться, что платить будет некому за этот газ, отсрочка платежа. Но и в виде того, что... Если бы вы сейчас упомянули Турцию и европейских, так сказать, политиков, то я не могу обойти без внимания новость, когда Франция, Греция и Кипр заблокировали финансирование Евросоюза и возможность оплаты того вооружения, которое поставляется из Турции в Украину за европейские деньги. Об этом мы поговорим сейчас. Это просто показатель. Это своеобразный показатель. Украина покупает и хочет покупать турецкое вооружение. Я не знаю, хочет производить беспилотники. А французы не любят Турцию больше, чем Россию. Конечно, а кто вам сказал, что это не так? Конечно, так. Но мы говорим в данном случае. Есть большая разница между декларациями политиков на Западе и тем, что они конкретно думают и делают. Есть большая разница между декларациями политиков на Западе, на Востоке, на Юге, на Севере и даже в Центре. Всегда есть большая разница. Вы же это знаете. Я зарплату в свое время, когда служил, получал за то, что несоответствие находил у оппонента. А они, пускай, потрудятся найти несоответствие у нас. Само собой, я про другое в данном случае говорю. Так вы все-таки, я все-таки говорю по поводу явного выигрыша в Турции, который никто не будет отрицать, 20% Черноморского флота на дне. Турция стала самой мощной Черноморской державой. Если так будет продолжаться, то останется только флот НАТО, Болгария, Румыния, Турция на Черном море. Я думаю, что турецкое руководство считает, что выстраивание конструктивных отношений в том числе и с региональными странами, включая Россию, является лучшим, ну, скажем, способом обеспечить безопасность и мир. А флот, армия, они важны, но, скажем, вот, я лично считаю, что главное для турецкой политики именно вот это. я практически уверен, что это так, ровно так же, как я уверен, что турецкое руководство, как и многие другие руководства, с удовольствием потирают руки, видя ослабление России. Это факт. Ну, что поделать, своя рубашка ближе к телу, тоже ровно так же, как и для Франции, Греции, Кипра, своя рубашка, то есть рубашка негативного отношения к Турции была ближе. С Украиной будем считать, что разобрались. С Израилем будем советовать, что делать Израилю в конфликте с Газой? Ну, прежде чем мы начнем советовать Израилю, я хотел бы закончить эту тему такой, с тем, с чего мы начали. Вот, со встречи между президентом Алиевым и президентом Зеленским. Я тогда сказал, что это большая гуманитарная катастрофа. Вот. Я не знаю, кто там потирает руки. Нет, у меня нет какой-то достоверной информации, но я считаю, что очень много честных людей во всех странах мира переживают за те страдания, которые переживает украинский народ. Потому что не хватает цилизма потирать руки, я не знаю. Не, не, одно другого не отменяют. Жалко очень, все и так далее, но это же не в Турции виноваты и не в другом месте виноваты то, что Путин напал на Украину. Они дадут причину. нет оснований предполагать, что кто-то в Турции потирает руки. Получая бесплатно газ из России сегодня? Бесплатно газ? Угу. Ну, может быть, кто-то в Греции потирает руки на предмет... И в Греции! Европейский союз не будет финансировать, например, вооружение, которое так необходимо Украине. Кстати, на самом-то деле в данном случае не потирает руки, а просто-напросто из вредности взяли, пресекли. Это вредность, ровно так же, как и Эквадор из-за банана-бананы решил не продавать военную технику Украине. Это все понятно. Конечно, и в Греции потеряют руки, в Греции тоже что-то делают, и в других странах. Я же не сказал исключительно про Турцию. Так что тут это самое. С Украиной разобрались или еще не совсем? Кстати, это не просто агрессия Путина против суверенной страны, а потом уже гуманитарная... Переходим к Ближнему Востоку. Ближнему Востоку Израилю будем советовать, как закончить войну? Да, конечно. Как же без этого? Ну, для того, чтобы понять, как закончить эту войну, на мой взгляд, мы должны вернуться к истокам возникновения ближневосточного конфликта. Это, наверное, те годы, когда Организация Объединенных Наций приняла известную вот эту резолюцию, в которой были в общем-то две основные темы. Это конфигурация границ двух государств, которые должны были быть образованы, и, ну, скажем, особый статус Иерусалим. Ну, как мы видим, за конфигурацию границ много лет идет, ну, вот такая ожесточенное противостояние. Все по несколько раз были неправы с обеих сторон, поэтому сейчас говорить, кто больше неправ был, кто меньше неправ был, я бы не стал, но я думаю, что незаслуженно обходится такая тема, как статус Иерусалима. Точнее, я бы его сузил до статуса святых мест. Почему? Потому что сейчас воздействовать на, ну, скажем, этнический состав Иерусалима практически невозможно, потому что состоялось то, что было. Было это хорошо или плохо, кто-то скажет хорошо, представители одного лагеря, кто-то скажет плохо. Но чем недовольны все сегодня оппоненты Израиля, помимо, ну, скажем так, затянувшегося определения конфигурации границ, они недовольны тем, что не выработался особый статус в отношении святых мест. И это та тема, которая, в общем-то, используется в качестве ну, вот этого Бигфордова шнура, который постоянно взрывает ситуацию. Потому что палестинцы в секторе Газа, они скажут, что мы воюем за освобождение святых мест. Французские или европейские политики скажут, да, мы сегодня сочувствуем палестинцам. Но одновременно с этим будут думать о том, что да, в общем-то, там святые места всех трех религий и монопольное, так сказать, управление ими Израилем, которое, в общем-то, я не знаю, когда в истории еще было, да, вы как историк мне помогите, то... Ну, было, было, конечно, представитель, да, представитель, Соломония, конечно, было. Да, ну, это так, потом был период исламского, христианского и так далее, даже исламско-османского, да, скажем, владения этими местами. Вот, и сейчас мы находимся в некой новой ситуации, когда возможно для того, чтобы вот снизить накал идеологическую наполненность вот всех тех, кто радикально смотрит на ситуацию, наверное, следует начать дискуссию на тему, какой особый статус будет для этих святых мест. Потому что, наверное, если будет какой-то особый статус, то все остальные вопросы будут ну, решаться не в таком ожесточенном, в такой ожесточенной атмосфере, когда друг другу в лицо выкрикивают, ну, скажем, вот эти лозунги, да, которые, не только лозунги, убивают друг друга, ну, скажем, из-за того, что кто-то принадлежит другой религии. Причем системе. То есть, и на мой взгляд, если темой обсуждения станет вот особый статус для вот этих святынь, мне кажется, это во многом может смягчить ситуацию вокруг вот такой радикальной позиции многих игроков в этом конфликте. Ну, до моего взгляда наступило время для обсуждения серьезного этого, этой темы. Ну, как она может быть? Ну, это может быть какой-то особый статус, какой-то попечительский совет из представителей высших лиц всех трех конфессий, которые, в общем-то, ну, выработают какой-то модус операнди для того, чтобы вот эти святые места, они были вне ну, той юрисдикции, в которой они сейчас находятся, по сути дела, только израильские, да, вот, и это может придать такое, да, ну, новое значение может быть этим местам святым, и то, как мир, в общем-то, и верующий всех трех конфессий, ну, могут в этом вопросе прийти консенсусу. Ну, это чисто, скажем, такое управление, на мой взгляд, ну, можно взять какие-то модели, которые были в прошлом, но мы знаем, что, например, до сих пор вот эту церковь, где находится гроб Господень, то есть смотрителями является какая-то очень многовековая, выполняющая эти функции семья, то ли турок, то ли палестинцев. Турок-турок. Турок, да. Но это при Османской империи это вот сформировалось и так далее. То есть вот что-то такое, где, ну, перестанут вот эти противоречия сталкиваться, потому что этой ситуацией недовольны не только мусульмане, но недовольны и, скажем, христиане тоже. Во всяком случае, Ватикан точно. Исходя из этого, я думаю, что это снизит и какой-то накал во внутриполитической повестке дня в самом Израиле, потому что мы знаем, что там есть какие-то ортодоксы, кто-то хочет восстанавливать храм, кто-то говорит, что нельзя его восстанавливать и так далее. То есть там тоже какие-то взгляды присутствуют. Мне кажется, вот этот один из тех путей, которые могли бы разрядить серьезную обстановку, там уже конфигурацию границ и так далее, но как показал процесс Восла, в общем-то можно достичь каких-то договорений. Не, насчет восстановления храма это, конечно, догнули, потому что на этом месте стоит алякция, на этом месте стоит мечеть в полот скалы. Вот скалы. Но дело не в этом. Дело в том, что это понятно все, но это по стратегии. Я про тактики, а фах брать или не брать? Вы задаете трудный вопрос. А я, 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 между прочим, для того, тут и поставлюсь, чтобы трудные вопросы задавать. Помните, да? Кавказскую пленницу. Вы знаете, у Хамаса достаточно сложная ситуация. Если он хочет воевать с Израилем, то, наверное, и Израиль тоже хочет продолжить воевать с ним. Но что делать с мирными жителями? Может, их на время куда-то переселить? И пускай они продолжают воевать. Египет против. Потому что куда-то там Египет. Нет, ну, я бы так не сказал. Возможно, исламские страны могут выделить какие-то квоты для временного переселения. Именно женщин и детей хотя бы. Это уже было. Это уже было, поэтому вряд ли. А почему не совершилось? Не, что же совершилось еще, как совершилось? Ну, мы же помним, что потом случилось в Иордании, что потом случилось в Ливане, что потом случилось... А, это вы о том случае. Нет, я говорю о сегодняшнем дне. То есть, ну, например, даже если Хамас считает, что это, так сказать, военно обязанные мужчины, ну, их не хочет выпускать, то военно обязанными нельзя признавать женщин и детей. Поэтому женщин и детей на эти большие авианосцы, которые там стоят, можно их эвакуировать, семьи, временные какие-то лагеря организовать, то есть убрать вот самую тяжелую часть вот этой гуманитарной катастрофы. Я так понимаю, что Израиль полна решимостью уничтожить Хамас, его военное крыло полна решимостью уничтожить Израиль. Они могут продолжать воевать, просто женщины и детей как бы убрать из-за этого процесса. Но я думаю, что в основном все-таки Герцог и Алиев говорили об Азербайджанно-израильских отношениях. Что тут? А, вы меняете тему? Я не меняю тему, это все та же тема. Мы же о Зеленском и Украине говорили, сейчас мы говорим о Герцог-Алиев встрече и соответственно Израиле. А, вот хорошо, да, нет, тренд не поменялся, я понял, хорошо. Во-первых, надо понимать, как мы видим, вот эти встречи, они были все достаточно сложными. Почему? Потому что если вы встречаетесь с кем-то, то другая сторона и поклонники другой стороны всегда к вам критически относятся, да, поэтому вы задали вопрос, а что скажет Москва? А что скажет Тегеран на эту встречу? Или даже Анкара может что-то сказать на эту встречу, да. Ну, во всяком случае, да, и тогда. Не уверен. То есть упреки могут послышаться из откуда угодно. Ну, тут надо сказать, ну, опять я моделирую, если позволите, ту линию, которую, как правило, пытается реализовать наш президент. Свои хорошие отношения с теми или другими участниками конфликта, он всегда как профессиональный дипломат пытается использовать для того, чтобы представить некие добрые услуги, быть каким-то элементом коммуникации, возможно, может, так сказать, ну, как бы способствовать нахождению каких-то, ну, я не знаю, нитей, которые в дальнейшем могут привести примирение. Вот это очень сложно выразить. Ну, например, если вы помните, вот после того, как был сбит самолет российский в Сирии, произошло вот такое кризисное развитие взаимоотношений между Москвой и Анкарой. Когда самолетов в Сирии много сбивалось, когда турки сбили российский самолет? Да, когда турецкие ВВС сбили. И тогда, как мы помним, целый ряд деятелей, наш президент, я знаю, что и президент Назарбаев тогда, они оказывали определенные вот какие-то коммуникации. Эти коммуникации, они были не видны, но в результате они привели к тому, чтобы этот кризис разрешился ну, к удовольствию обеих вовлеченных в этот кризис сторон. Или, ну, не к удовольствию, а может быть, к какому-то мирному разрешению. Поэтому в данном случае, вот когда мы говорим о встрече Алии-Вселенской, или когда мы говорим о встрече со своим израильским, так сказать, коллегой, мы должны понимать, что я уверен, я опять моделирую, что президент пытается использовать какие-то компоненты вот своих хороших отношений. Не забудем, что сразу после этого президент совершил свой первый после избрания официальный визит Вангару. Да. Вот. И я в этой связи, кстати, хотел бы еще одну тему затронуть, которую мы не затронули. Но вы знаете, сейчас у нас оппозиция и наши оппоненты в регионе, они подсчитывают, кто кого поздравил после выборов. Да. Это постоянно присутствующая тема. И вот одним из упреков, которые я слышал, что типа Блинкин не постаравил с выборами президента. Это показатель нехорошего отношения, так сказать, Соединенных Штатов к президенту Алиеву. Ну, я должен немножко внести ясность во все это. Дело в том, что согласно протоколу поздравления должны быть от главы государства главе государства. Вот. свое позитивное протокольное или негативное отношение обычно выражается в том, что эти поздравления либо они звучат и обнародуются до официального объявления победы, либо в определенный срок после. Это такая форма дипломатического, так сказать, изъявления отношений. Но поздравления должны быть от главы государства главе государства. А член администрации он не может заменить собой функции главы государства. Поэтому было бы странно, если Блинкен поздравил бы поздравил бы поздравил бы поздравил бы. Да-да, я тебя сам от себя поздравляю. То есть вот это не проходит. Мы уже с вами говорили, что например прозвучали очень важные на мой взгляд поздравления от многих стран и так далее. Поэтому Байден он сам должен поздравить своевременно. Что он и сделает? Я не знаю, сделал уже или не сделал. Я точно не знаю. Понятия не имею, честно говоря. Ну Блинкен не мог заменить собой Байдена. Поэтому все разговоры, которые по выражению лица сказали на встрече вот я смотрел наш президент улыбался а Пашинян он какой-то напряженный был. Есть такая категория у нас специалистов, которые по мимике определяют ход переговоров и даже могут рассказать о тематике обсуждаемых вопросов. А в этом что-то есть кстати. В этом что-то есть. А, ну да, я знаю, что есть даже теория Ламбразо, когда по физиологическим качествам и чертам человека определяется склонность к уголовным преступлениям и так далее. Есть разные теории. Я не знаю насколько это правда, но говорят, что Ламбразо убил человека, который очень располагал к себе. Вот так, да? Да. Ну вы открываете для меня некие новые теории. надо посмотреть. Она в нашем коммунистическом прошлом была признана как антинаучной. Конечно. Да. Продажная девка и терминизма. теории, Ламбразо, мимики и так далее, они пускай в сторону уйдут. Но я просто рассказал о правилах протокола. Поэтому кто кого поздравил, пускай не волнуется, все будет в порядке. Да, я пытаюсь сейчас. Нет, я быстренько посмотрел в Википедии, он мирно умер в Турине, никто его не убивал. Это все байк. Это все байк. Но он внимательно вглядывался в лица прохожих, пытаясь определить в них уголовные наклонности. И вот в эту байку я верил почти 30 лет. Вы представляете? До вот этого момента, пока не посмотрел. У меня джон Дилов. Тут очень важный момент. Нет, конечно, в следующем президенте и госсекретаре это важно, но я думаю, что не менее важный момент это визит министра энергетики Азербайджана Парвиза Шарбазова в США. В свое время этот визит был сорван. Но я же опять задам такой оригинальный вопрос. Я понимаю, почему, зачем нужно там нефть, газ в Азербайджанской там в Европе. Понятно там, понятен интерес. Но американцы это зачем все? Ну американские компании участвуют во многих проектах в Азербайджане. Это во-первых. Во-вторых, до сих пор актуальна тема экспорта энергоносителей из стран Центральной Азии. Да, но это же опять-таки в Европу, не в Америку. Ну дело в том, что если говорить вообще ну давайте вспомним Советский Союз. Когда строились вот эти трубопроводы всегда было ну как бы несколько ветвей предполагалось. Вот это Центральная через Белоруссию, да, потом через Украину и да, и был еще всегда держался в запасе как бы вот это вот южное направление. Поэтому ничего нового не придумали с точки зрения экспорта энергоносителей с того времени, когда вот у Советского Союза были огромные запасы. Вот даже насколько я знаю эксплуатация например Каспийских месторождений она специально как бы задерживалась для того, чтобы инициировать вот эксплуатацию месторождений в Сибири и так далее. То есть они как бы с точки зрения доступности были более доступны и как держали как бы на черный день. Вот поэтому исходя из этого такое понимание как диверсификация энерго обеспеченности Европейского Союза она интересна всем не только европейцам она интересна и Соединенным Штатам потому что многие в Европе думают что вся эта заварушка и санкции против России это некий злой умысел скажем дяди Сэма и всех остальных из тайного правительства для того чтобы лишить европейскую экономику дешевых энергоносителей из России что сделает экономику Европы менее конкурентоспособной и что определит отток капитала из Европы в частности в Соединенные Штаты и в другие места вот поэтому даже в Европе мы видим странную картину вот все кто получает а это 8 стран кто получает энергоносители из Азербайджана они как-то вот хотят дружить с Азербайджаном а кому не достался этот газ да вот они как-то все время ну вот например французы у них вот такая разница в отношениях с Азербайджаном с итальянцами итальянцев нормально газ доходит все в порядке у итальянцев есть азербайджанский газ а у французов армяне вот и вся разница давайте проще и люди к нам потянутся они ну конечно вся эта диаспора не может только газовы выработать сколько азербайджанский кругов доставляет тут конечно конкурировать не получится нет ну вообще-то кстати я имею в виду конечно политический газ да не какой-то другой я вообще на этом не акцентировал внимание вы заметили диаспора не смогла этого сделать ну а что делать поэтому зато они могут голосовать тоже не маловато просто я к вопросу о том что вся эта бодяга для того дяди Сэма для того чтобы лишить дешевых энергоносителей я вспоминаю ну из истории конечно же я сейчас такой древний чем закончился нефтяной кризис в 70-х годах а он для запада он закончился энергосберегающими технологиями и очень мощным технологическим рывком так что наличие дешевых энергоносителей не всегда способствует развитию экономики чаще всего наоборот на самом деле ваши воспоминания натолкнули меня тоже на воспоминания я вспомнил выступление президента Макрона по-моему он то ли в конгрессе на встрече то ли еще где-то сказал или с Байденом встречаюсь он сказал что как так возможно ну может это по-французски звучало несколько по-другому но мысль такая у вас говорят на внутреннем рынке газ продается в 4 раза дешевле того газа который вы экспортируете к нам а у американцев все дешевле я понимаю но они конкурентоспособнее их становятся представляете как эффективно я это все представляю но французы никогда не получали газ из России французы всегда получали газ из Северной Африки это их это их вотчина так сказать так что французам то грех жаловаться на самом-то деле у них свои проблемы с Северной Африкой а я в этом виноват ну что я что ли бомбил Ливию Саркази бомбил пускай вопросы к нему нет я тут ни при чем у них свои проблемы пускай разбираются мы сейчас ненадолго перенесемся в Брюссель а потом поедем к нашей песочнице в Банкару значит по поводу Брюсселя скажу так конечно же хорошая новость но меня несколько удивило что грузинская делегация обратилась к председателю ПАСЭ типа того плохо ты себя упрощаю плохо ты себя ведешь зачем обижаешь Азербайджан так нельзя делать делай хорошо плохо не надо себя вести это вообще о чем это говорит о том что наши грузинские друзья союзники наши вот хотят чтобы у Азербайджана сохранились возможности взаимодействия с очень важными для нас западными институтами и так грузины послушали нет вопрос не в этом вопрос в том что вы знаете в Азербайджане как и в Грузии придают очень важное значение вот своему взаимодействию с западными институтами почему потому что может быть не всегда так сказать с восторгом но для нас очень важен вот это вот экспорт назовем его так социальные технологии которые мы перенимаем на себя и некоторые стандарты взаимоотношений государства и гражданина там я не знаю трансформации и реформ судебной системы и так далее то есть можно перечитать огромное количество тех технологий которые социальных прежде всего социально-политических я бы сказал которые у нас очень важны очень неконструктивно действуют вот все те которые начинают переходить красные линии когда та или иная страна говорит что да пошли вы я не буду с вами сотрудничать и тогда в обществе этих стран ощущают вот все эти последствия почему потому что ПАСЭ при всем при том что это организация скажем так имеет большое количество деклараций но мало работы при всем при том она является неким таким ну обучающим элементом для наших парламентариев и для наших парламентариев там происходит на уровне парламентариев обсуждение ну очень важных проблем европейского плана в отношении постсоветского пространства это все где мы можем так сказать чувствовать себя частью Европы когда вы лишаете нас возможности и ну делайте странные вещи да которые вообще ни в какие ворота не лезут ну давайте вот давайте скажем да вот они нас упрекают в том что чуть ли вы там выгнали сто тысяч человек в этом же совете Европы Кочарян президент Армении сказал фашистскую фразу о том что азербайджанцы и армяне генетически не могут жить вместе вот с этой же трибуны он это сказал и что в соответствии и воспитанный этой идеологией сто тысяч как они говорят армян по подсказке или по указанию своих так сказать властей собрали свои вещи и уехали посмотрите на границе есть десятки этих видео ты говоришь а вы зачем уезжаете нам сказали мы уезжаем то есть люди воспитанные этой идеологией национальной исключительности генетического генетической несовместимости армян и азербайджанцев они отдали приказ что уезжаете а наши пограничники там я не знаю представители пресса говорят а зачем вы уезжаете сейчас же военных действий нету оставайтесь и вот вот что происходит понимаете и поэтому пассе когда выносило это решение и тогда оно отступило от своих собственных принципов когда они не критиковали качаряна который с фашистским вот этим вот изречением генетически оказывается то есть в его понимании ханкианди или степанакерти как он его называл должен быть автобус в котором с одной стороны будут сидеть армяне а с другой стороны будут сидеть азербайджанцы потому что они как вот в период сегрегации должны ходить в разные туалеты ездить на разных автобусах генетически не быть несовместимы как фашистской германии если ариец так сказать женился на еврейке то их обоих концлагерь так что ли не но сейчас в армении которые сейчас в армении критического выступления в адрес вот такой фашистской идеологии вот объясните и потом они приходят и нам пытаются что-то рассказать что это вообще а я знаю но сейчас в армении в общем-то такой тренд что вот ваш мяна он преступник это вот сейчас вот эти власти они хорошие какие власти те власти нет эти сегодня а Кочарян преступник да или Кочарян да преступник да а тогда пускай этот как его французская республика заберет у него рыцарский крест который Кочаряну вручили в самом преддверии того военного переворота который нас существует против Ливона Тер-Петросяна рыцарский крест или орден почетного легиона по-моему там какой-то высший орден почетного легиона который крест рыцарский в общем одна из самых высших степеней этого ордена почетного легиона то есть вы знаете вот это все не сходится Азербайджан территории были под оккупацией 907 поправка действует до сих пор и когда мы были под оккупацией и когда против нас была этническая чистка и когда те же самые Соединенные Штаты пытались оказать какую-то там поддержку 857 тысяч только внутренних перемещенных лиц вот что это не сходится кто бы спорил я не конечно не сходится поэтому это их проблемы и поэтому наши грузинские друзья очень правильно и своевременно указали на их несоответствие скажем декларации их принципов и конкретных действий я про правильность я про эффективность в данном случае пускай не думают что мы все время будем молчать правильно сделали наши грузинские друзья большое спасибо насколько я знаю и турецкие парламентарии тоже такой же Димаш сделали потом сербские парламентарии по-моему я думаю что количество их будет увеличиваться будет увеличиваться хорошо замечательно нет ну это и есть политика в общем-то это и есть политика перемещаемся в Анкару в общем-то первый официальный визит президент Алиэр совершил в Анкару ну Мюнхен это же не официальный визит правильно насколько я понимаю это да первый официальный визит нет Мюнхен это официальный визит считается это рабочая поездка во-первых рабочая поездка И Мюнхен считается, это многосторонняя дипломатия. Даже не террориальный визит был в Германии, вот скажем так. Даже не рабочая поездка, это просто географический срок. Не, ну понятно, ну в Мюнхен в смысле. А первый офицерный визит президент Рим совершил по вполне понятным причинам и так далее в Анкару. В общем, у меня один вопрос. Ну даже не причины, это, скажем, такой некий, уже я бы сказал, атрибут взаимоотношений двух государств. Когда и президент Турции, и президент Азербайджана, соответственно, осуществляют такой визит в отношении друг к другу. У меня следующий вопрос. У меня вопрос, честно говоря, чего я просто упустил. По поводу этого, по поводу общей армии, что там за, этот, совместные вооруженные силы они создаются? Что с этим вопросом, мне это интересно? Если в Копсе, конечно. Значит, насколько я знаю, происходит унификация структурная и касающаяся других направлений военного строительства двух армий. Ну, например, у нас впервые было образовано командование сухопутных войск. Это полное калькирование той структуры, которая имеется у Турции в этом вопросе. Поэтому, очевидно, вот такое вот слаживание двух военных структур, оно и говорит о том, что эти армии, они как бы являются частями друг друга. Так речь идет об объединении двух армий или речь идет просто об унификации стандартов? Степень объединенности или слаженности действий, она будет зависеть от конкретных вызовов безопасности. Потому что, как вы знаете, в соответствии с целым рядом подписанных документов, в том числе и Шушинской декларации, заявлено о создании постоянного мониторинга вызовов безопасности. Что это означает? Происходят рабочие коммуникации между соответствующими ведомствами, которые совместно, на постоянной основе проводят оценку угроз для безопасности. Это постоянный работающий механизм. Поэтому единая армия или не единая армия – тут вопрос второстепенный. Дело в том, что и эта, и та армии, они будут действовать в соответствии с угрозами и той ролью, которая будет на них возлагаться. По сути дела, де-факто, если ответить, это единая. Понятно. Ну что, вы знаете, я честно скажу. Получилась следующая вещь у меня. Я забыл поставить вопросы к Татю Кузову-Фугарову. И поставил только вот в момент, когда мы начинали разговор. Тем не менее, вопросы есть. Тем не менее, вопросы есть. И вопрос следующий. Первый от Самира Аливерденвекова. Извините, я прошу прощения. Я считаю, просто сумелка тут. Можно и без вопросов. Мы его, то есть, вас любим и уважаем. У Татю Кузову-Фугарову очень своеобразный взгляд на жизнь. И политику в этой жизни. Спасибо. Спасибо. Боеобразный. Наверное, конечно, все мы разные люди. Но вас, на вас, на вас любят и... Несмотря на это. Нет, ну почему? Как бы вот за это и любят. За это и любят. Спасибо большое за добрые слова. И благодарен за внимание, которое вы оказали. Эмиль Мамедов спрашивает. Но, кстати, я... В общем, вы ответите, а я тоже свое скажу. Спросите, пожалуйста, почему в Советском Союзе разнообразие продуктов и вещей в магазинах в Грузии и Армении было больше, чем в Азербайджане? А точно было больше. Там говорят, наверное. Я сомневаюсь, потому что я видел Армению не видел, но Азербайджан и Грузию видел, могу сравнить примерно одинаково. Сложно сказать, я сейчас затрудняюсь сказать, но были периоды, когда действительно снабжение было очень плохим. Но по знакомству можно было достать все, так ведь? Ну, известная тогда была то ли анекдот, то ли присказка. Говорят, в магазинах ничего нет, а кроешь холодильник, у всех все есть. У всех все есть. Так оно и было. Процесс добывания продуктов, это было таким искусством. Ну, рыночные механизмы, они работали даже в Советском Союзе, но в такой вот извращенной форме. Да, да. Залмак в магазинах, даже когда его снимали и приходил кто-то другой, есть такое понятие, как халаллык. Да, он ему халаллык давал, ну, типа, ну, вот я тебе даю этот объект, в общем, работай, все. Нет, ну, я скажу так, что... Вы тоже благодарен. Они тоже, они тоже люди, у них тоже были семьи, и они тоже как-то крутились, как и все. Вот я же говорю, это была извращенная система, но рынок работал бы там, рынок никто не отменял. Артих Ваталиев спрашивает, как-то Товик Дульфукаров в своем интервью вам сказал, что в Мюнхенской трагедии на Олимпиаде 70-х годов прошлого века на израильских спортсменов напали террористы, с них были и армяне. Какова их судьба? Я почему-то нигде в печати об этом не нашел. Заранее благодарю. Я это видел тоже в печати, даже, вот сейчас помню фамилию Акапян, но он там был под своей... Ну, как бы у них были боевые клички, что ли, как это назвать? Псендонимы? Да. Вот, и один из них был армянином. Ну, это не секрет же, что даже подготовку, скажем, палестинские вот эти вот отряды многие, да, движения сопротивления палестинского, они проходили вместе с армянскими подразделениями. Да и вообще, ну, это тоже не секрет, что военная разведка и внешняя разведка КГБ СССР на ближневосточном... КГБ СССР. Вот, и это определяло и то, что на многих ключевых постах были армянские, ну, скажем, кадры, да, расставлены и так далее. Ну, это лучше бы поговорить со специалистом Акифом Гасановым, он вам все точно расскажет. Почему? С Акифом, да, надо было у него спросить. Это было очень известно. Судьба, насколько я знаю, их всех уничтожили. Да, я тоже слышал, что их всех уничтожили. Восемь человек, по-моему, всего было. Мусада всех уничтожили. Надо просто посмотреть, да. Ну, вот я вам скажу такую вещь из моего опыта. Дело в том, что наши сотрудники нашли в Москве документы о сотрудничестве, то есть допросы офицера Абвера. Это было в 1947 году, эти допросы были с грифами и так далее, печатями и так далее. В общем, допрос, я сейчас фамилию его не помню, этот офицер говорил о том, что драгоценности, изымаемые в концлагерях, они переправлялись через, по-моему, через Нидерланды на Ближний Восток, и там продавались, и это обеспечило финансовую подхитку для операций Абвера на Ближнем Востоке. И там отмечается о том, что продажа эта осуществлялась во многом через некоторых представителей армянской диаспоры на странах Ближнего Востока. Я помню, что я доложил вот эти все документы, доложил Гейдару Алиеву, он с темой немножко был знаком, и тогда готовился визит президента Азербайджана в Вашингтон, и он должен был, вот тогда открылся новый музей, Холокоста в Вашингтоне. Я не знаю, это один из таких, сейчас является одним из крупных музеев по Холокосту, и вот среди документов, там были переданы целый ряд документов о жизни, например, еврейской общины в Азербайджане и так далее, и вот эти документы, они тоже были переданы в музей Холокоста. И это в качестве вот такого, ну не подарка, просто предоставлено там. Если кто хочет ознакомиться с этими документами, я думаю, что в музее Холокоста в Вашингтоне вы можете увидеть о том, вот как эти показания офицера Аббера говорят о перепродаже вот этих вот драгоценностей в странах Ближнего Востока. Не, ну наверняка там все оцифровано, так что можно даже зайти. Лаля Лагрилава спрашивает, здравствуйте, бывал ли господин Топик в Абхазии, знаком ли он с настоящим Абхазом? Я в Абхазии бывал, но это было в советское время. Я тогда был студентом и ездил летом. У нас была такая языковая практика, мы с арабскими туристами по линии спутника. Ездили и в Ереване я бывал тогда, и во многих столицах республик бывал. Но это как бы туристы ездили из разных стран, а мы, так сказать, студентами еще были, вот практиковали свой язык с ними. Да, помню, что на озеро Рица поехали мы. Ну, раз бывали, значит, знакомы с настоящим Абхазом, как минимум видели. Вот я сейчас повидаю, что имеется в виду подсловно настоящая Абхаза. Ну, может быть, ну, не знаю, во всяком случае, я читал, скажем, по происхождению Абхаза, рассказы эти известные и так далее. Значит, следующий вопрос вот такой личный, Тенгиз спрашивает. Ну, прикольный. Тофик Бей, такой вопрос, вы из какого района? Пархат и Расимбет, у них акцент бакинский, вот ваш акцент никак не пойму. Я ведь смотрю вас и на азербайджанских каналах. Сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что... В любом районе сложно ответить на вопрос. Я сейчас постараюсь ответить. Вообще-то я родился в Ростове-на-Дону. Мой отец врачом был и там работал. Через год мы переехали с семьей в Азербайджан. Но он сам выходит из Нахичевания, он там родился, а его отец, когда родился мой отец, он работал в Ереване, как говорили, на почте. Почтовым служащим. Ну, это еще, судя по всему, в царское время, да, было? Вот я не знаю, какой я был. Ну, в общем... Нахичевался Ереванский, что ли? Вот, наверное, так? Ну, наверное, я не знаю. Честно говоря, я вас слышал пару раз на азербайджанском, но все равно я тоже не смог определить. Не, ну, наверное, это происходит, потому что я, в общем-то, образование получал на русском языке, и, возможно, у меня присутствует какой-то акцент. Невозможно, а точно присутствует акцент. Это у нас, так называются, русскоязычный. Ну, так получилось, что я и в школе, и в университете на русском изучал. Не знаю. Может быть, из-за этого. То есть, из какого бы района, ну, в общем-то, из Нахичевани? Наверное, у меня акцент есть на арабском языке. Может быть, там, я не знаю. Не, безумно. Я к тому говорю, из какого бы района, в общем-то, родом, значит, семья родилась. Ну, отец из Нахичевани, а я родился в Ростоне. Нет, само собой, я тоже в Одессе родился. Дело не в этом. Вы тоже, да, русскоязычный, да, или как-то? Ну, да, да. Да, да, я тоже, да, там, я там еще меньше года прожил, но это неважно. Значит, суть не в этом. Суть в том, что комик-то с Нахичевани, так что я думаю, что ты... А, по этому случаю есть интересная тема, тоже я хочу затронуть. Да, когда меня назначал министром, да, президент Гейдар Алиев, и тогда покойный в Афагу Лизаде советник его был по внешнеполитическим вопросам. И он шутку сказал, говорит, ну, представлял, как бы он меня... Ну, что значит представлял? Я до этого уже был его специальным представителем, а это как чисто вот такая беседа была. И он сказал, что вот, знаете, у него хороший парень, ну, один недостаток есть. Гейдар Алиевич говорит, что какой недостаток? Он говорит, тоже Нахчеванец. А засмеялись они оба, потому что эта тема у нас в обществе, она все время эксплуатируется, да, там эти Нахчеванцы, это не Нахчеванцы, все. Вот. Гейдар Алиевич сказал, ну, ладно, ты нигде не говори о том, что ты Нахчеванец, да, опять будут говорить там, я не знаю, что-то. В общем, да. Ну, сейчас уже можно. Сейчас уже можно, да. Поэтому я нигде не говорил, как он мне советовал, мне особенно говорить, да. Тут наподобие. Но назначили мы его не за это, что он Нахчеванец, да, примерно. Ну, да, но мы уже слышали от Самира, что любим мы вас, прежде всего, за своеобразный взгляд на жизнь и политику в этой жизни. Ну, да. Хорошее определение. Так что, Гейдар Алиевич сказал, что не очень распространяйся о корнях, но сейчас уже можно. Огромное спасибо, огромное спасибо только за очень интересную беседу, и огромное спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...